Следующий Депрессия 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 или же спать целыми днями. Нарушение пищевого поведения тоже может быть как излишнее аппетит, также его полное отсутствие. Снижение самооценки, снижение желания что-либо делать, отсутствие мотивации. Также есть такие немаловажные симптомы, как нарушение мышления. Это может быть замедление мышления, то есть вязкость. Человек плохо переключается с одного вопроса на другой, тяжело ориентируется в ситуации. Его внимание легко отвлекается или же наоборот не привлекается. Собственно говоря, что можно сказать о симптомах депрессии? Собственно говоря, что может послучить с причиной такой депрессии? Причин достаточно много. Никто не скажет точно, почему возникает это состояние. Нет одной какой-то основной причины. Есть несколько теорий. Одна из этих теорий связана с биомеханизмами, которые происходят в головном мозге. Нарушение обмена нейромедиаторов. Это такие вещества, которые участвуют в работе между нейронами, в передаче нервных импульсов и, соответственно, в работе мозга. По этой теории нарушение, снижение количества серотонина, дофамина и норадреналина вызывает состояние, похожее на депрессию. Соответственно, лечение направлено в таких состояний на сбалансировку этих нейромедиаторов. Для этого используются антидепрессанты. А может ли послужить причиной именно глубокой такой депрессии потеря близкого человека, либо тяжелый разрыв отношений, скажем? Разумеется. Такие депрессии называются реактивными. То есть являются реакцией на сильный раздражитель. В том числе на потерю близкого человека или социального положения. Опять же, это нормальная реакция переживания горя для человека. Странно, если человек не испытывает горя при потере, например, близкого человека. Это естественная реакция, защитная организма. Человек должен испытать и пережить горе, чтобы в дальнейшем смог жить нормальной жизнью. Но опять же, если это состояние затягивается, если это влияет на здоровье, то есть депрессия, по сути, это не разрушает органы, ткани, систему органов. Но депрессивное состояние вводит человека в ступор. Он перестает нормально питаться. Возможно, он начинает злоупотреблять алкоголем, другими психоактивными веществами, чтобы заглушить эту боль, тоску, почувствовать себя живым. Ну, то есть в этом случае необходима помощь специалиста. Мы должны не упустить момент, когда человеку не поздно помочь. А как, собственно, помочь? Прежде всего, мы должны наблюдать за своими близкими людьми. То есть каждый со своей стороны не должен оставить человека без помощи. Если мы видим, что наш близкий, знакомый, друг стал вести себя иначе, чем он делает это обычно, если он стал заторможенным, если он перестал общаться, теряет социальные контакты, не хочет работать, не хочет вставать с кровати, можно заподозрить действительно, что он находится в состоянии депрессии. Если он перестает следить за собой, нормально питаться. То есть это, к сожалению, большая проблема в чем состоит? В том, что это все не возникает в одночасье. Эти проблемы могут очень длительное время нарастать, 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 как снежный ком, пока человек не сорвется. Да, вот я же о том же, то есть, ну, бывает, там, да, кто-то там сорвался, ушел в запой, да? Пускай там, вроде как, ну, вышел и все вроде как нормально. Это уже выход из депрессии, либо, возможно, повторение, рецидив такой? Существует такое понятие, как рекуррентное депрессивное расстройство, когда состояние депрессии, в принципе, нивелируется симптомы, человек возвращается к труду, возвращается к нормальной деятельности, но состояние опять возвращается. То есть, это есть такой диагноз, есть такое течение болезни, то есть, это вполне возможно. Задача психиатров, задача родственников, задача самого больного человека изменить свое отношение к болезни. То есть, тот случай, что лечение одними антидепрессантами, оно не спасает. В чем смысл? В том, что антидепрессанты, да, они действительно баланс нейромедиаторов могут наладить, но образ жизни, место жизни, то, чем человек занимается, действительно может и помочь, и навредить больному. Поэтому используются методы психотерапии в совокупности с фармакологическими методами. А вот методы психотерапии уже направлены на то, чтобы изменить отношение человека к своей жизни, к самооценке, к видению себя. Потому что один из психологических аспектов депрессии является то, что человек или перфекционист, который привык считать, что он должен быть идеальным, что люди примут его только тогда, когда он будет совершенен. Все, что он делает, он делает правильно. Если же он этого не делает, то его не любят и не воспринимают. Это ведет к депрессии. То есть, перфекционизм, по сути, это первый шаг к депрессии. Также низкая самооценка – это обратная сторона. Когда человек не считает себя достойным счастья, уважения других людей, любви, привык эту любовь завоевывать, заслуживать, это все с детства идет. Это тоже один из психологических аспектов депрессии. То есть, психотерапевты работают как с точки зрения психоанализа, как и когнитивно-поведенческая терапия, когда человек должен осознать, обдумать, продумать и пересмотреть свою жизнь уже головой подумавшей. Не чувствами, не эмоциями, а именно через разум, через мышление. Но если, скажем, в некоторых случаях довольно легко определить причину депрессии, бывают ли случаи, когда человек и сам не знает, почему с ним такое происходит? Зачастую человек в состоянии развернутой клинической депрессии не осознает, что с ним происходит. Это в психиатрической практике называется отсутствие критики к своему состоянию. Один из критериев психического здоровья – это наличие критики. То есть мы должны осознавать, кто мы, что мы, что мы делаем и почему. И почему мы чувствуем то или иное ощущение. Человек уже в стадии клинической депрессии, можно сказать, в запущенном тяжелом течении, не понимает, что с ним происходит, да и не сильно задумывается. В силу того, что депрессия затрагивает и когнитивно-мыслительную сферу, он заторможен, он не может просто, у него нет сил даже понимать и разбираться, что с ним происходит. Он все равно мимо ушей пропускает, да и все. Ему все равно. Самое тягостное и тяжелое проявление депрессии – это апатия. Поддается лечению с очень большим трудом, как фармакологическому, так и психотерапевтическому. Почему? Потому что человек не испытывает эмоций. Ни хорошо, ни плохо. То есть расшевелить подобное состояние достаточно сложно. Это требует длительной терапии. Это уже в случае запущенной клинической депрессии, тяжелых эпизодов. В свою очередь, эта же апатия, когда человек лежит, не может подняться с кровати, является защитным механизмом. Потому что суицид – одно из опасных последствий затянувшихся нелеченных депрессий. А апатия не позволяет, по сути, человеку совершить это. Ну, плюс еще организм лежит, ничего не делает. Организм лежит, экономит силы. Да, да, да. Потому что суицид – вот это то, с чем стоит бороться, что стоит предупреждать. Что делать родственникам, близким, людей, которые подозревают у своего близкого человека депрессию, пытаются из него как-то растормошить, но не получается? Когда следует уже обращаться к врачу и сказать, ну, дружище? По-моему, тебе нужна уже профессиональная помощь. Да, в идеале, конечно, это делать на ранних стадиях. Ну, никто этого делать не будет. Разве что врач-специалист, который сам может заболеть подобным состоянием, может заподозрить у себя что-то такое. Но человек, далекий от медицины, от психотерапии, психоанализа и психологии, в принципе, будет думать, что это плохое настроение, плохое самочувствие. Найти кучу других причин, объясняющих свое состояние. Но если же все-таки получилось заподозрить, это хороший вариант. Необходимо всеми возможными способами привести человека к специалисту, а именно к психиатру. Потому что именно психиатры занимаются лечением депрессии и могут поставить диагноз депрессии, правомочно это сделать. В то же время психологи наравне с психиатрами работают вместе для того, чтобы побороть в комплексе это состояние. Специалисту необходимо привести человека, но он будет сопротивляться. Это, опять же, 99,9%, что человек не захочет идти к специалисту, потому что наше представление о психиатрии в отечественной практике, оно очень стигматизировано. Это зло, это страшный человек, это поставит клеймо на всю оставшуюся жизнь, а еще возьмут и привезут дуру-дум. То есть это то, я назвала это грубо, но это то, что скажет любой человек, которому предложат проконсультироваться у психиатра. Ну, большинство, скажем так. Большинство, подавляющее большинство, в том числе людей весьма образованных и социально активных. Ну, что можно на это сказать? Можно сказать о том, что нашей задачей не является принудительная госпитализация или какие-то другие инвалидизирующие жуткие методы, которые могут навредить больному, его будущему, его работе. А помочь и подсказать, и взять на контроль, это просто необходимо. Чем раньше мы начинаем, тем больше будет достигнуть эффект. Вот вы сказали, так, мне интересно, а врачи, как часто страдают депрессией? И вот врачи, ну, как специалисты в любой отрасли, ну, я же все знаю, я все понимаю, вот я справлюсь. Да, да, конечно. Врачи – это категория самых плохих, неблагодарных пациентов, которые меньше всего на свете хотят лечиться, которые считают, что они знают все, знают свой организм, знают, как с этим справиться. Лечить одному врачу другого врача просто очень сложно, потому что это специалист, который будет сомневаться в твоей компетенции, будет уверен в том, что он знает лучше. Поэтому, конечно, сложно. Сложно. Не любим мы лечиться. Обращаться мы тоже не любим. А заболеть вероятность очень большая, потому что во всех профессиях, которые связываются с общением с людьми, с большой ответственностью, с рисками, в принципе, тревожные депрессивные состояния возникают. Ну, собственно, в любом случае, особенно при вашей профессии, получается, как, если не физическая усталость, то эмоциональная усталость и выгорание идет постоянно. Да, понятное дело. Соответственно, психиатры выходят на пенсию молодыми, в молодом возрасте, работаем год за два, поэтому просто так надбавки и такие льготы никому не даются. Понятно. Как врач скорой помощи, как часто вы сталкиваетесь с депрессиями? К сожалению, на нашем этапе мы сталкиваемся с уже запущенными случаями, которые привели к нарушению поведения или же к суицидальным настроенностям, или суицидальным попыткам, потому что скорая помощь – это уже последняя инстанция в этом случае. По какой-то причине или человек одинок, или его родственникам было все равно, или они лечились, да не так лечились, уцелители, знахарей, занимались самолечением. Появилась ситуация, когда человек уже совершил что-то такое, выходящее за рамки нормы, и когда близкие окружающие уже настолько беспокоены его состоянием, вызывают скорую помощь. Конечно, мы уже пытаемся разобраться, дифференцировать это состояние с другими возможными психическими отклонениями, а также не обязательно с психическими отклонениями. Депрессивные состояния могут возникнуть как и следствие приема некоторых медикаментов, как следствие гипотириоза, то есть гипофункции щитовидной железы. То есть очень много факторов мы должны сопоставить и провести дифференциальную диагностику. Но в нашем этапе скорой помощи это достаточно сложно. У нас нет лабораторных данных на руках. У нас практически нет анамнеза больного. То есть мы видим его в первый раз, и мы должны принять правильное решение. Поэтому достаточно это сложно, непросто, но необходимо. Что может усугубить состояние депрессии? Алкоголизм. Прием других психоактивных веществ. То, чем обычно у нас принято глушить боль, разочарование, страдание, одиночество и другие состояния. И все это превращается в глубокое самоедство. Это получается целый комплекс проблем. Вот тут действительно провести дифференциальную диагностику, что впервые возникло, депрессия или алкоголизм. И что делать дальше с этим человеком? Как ему помочь, как разобраться в этой ситуации достаточно непросто. Но возможно. Опять же, люди подвержены депрессии, они обычно замкнутые. Как их разговаривать, хоть как-то докопаться? Сложно их разговаривать, потому что они сами этого не хотят. Но у каждого человека есть та точка соприкосновения, та точка, тот пусковой механизм, который можно запустить. И это все происходит уже в процессе общения. На первичном контакте это сложно сделать. Но в условиях стационара или в условиях сеансов психотерапевтических, в принципе, это возможно. Ну и несколько слов для того, как не допустить депрессии. Я понимаю, что это очень сложно, тем более, когда существуют некоторые внешние факторы, от нас не зависящие. Как говорят, лучшая профилактика депрессивных состояний, когда только начинается, вот чувствуется, что что-то не так идет, чуть-чуть нам становится тяжелее. Это активность. Это общение с людьми, это работа. Делать то, что ты любишь, работать там, где ты любишь. Жить с теми, с кем ты хочешь, и общаться с кем ты хочешь. Пытаться жить своей жизнью, не чьей-то другой. И тогда, в принципе, вероятность того, что тебя накроют, будет минимальная. Большое спасибо. Напомню, сегодня гостем нашей студии была Мария Винокурова, врач-психиатр Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицинных катастроф. Приходите к нам еще, всегда очень интересно. В студии работал Ярослав Заметов. Всего доброго. Следующий. Здравствуйте, доктор. Жалуйтесь. Да я похвастаться. А, ну тогда будьте здоровы.